Всем здравствуйте! Приветствую вас на канале Плеско Михаила. И сегодня мне в ремонт попал аппарат. Это Теледва Макси ЛТЕ с проблемой. На устройстве восстановлю настройки по умолчанию. Чтобы продолжить, войдите в аккаунт Google, который был синхронизирован с ним. И далее нам вообще никак не нажать. И сейчас вам покажу, как вы самостоятельно в домашних условиях можете обойти данную блокировку. Но для этого нам понадобится маленькая подготовка. А именно, вот здесь, вот снизу, к описанию к данному видео, есть ссылка на архив. Называется он Теледва Макси ЛТЕ. Разархивируем вот эту папку Теледва Макси ЛТЕ куда-нибудь. Ну, я разархивировал, например, на диск С. Итак, надеюсь, вам видно. Вот. Диск С, папка Теледва Макси ЛТЕ. Здесь у нас имеется текстовый файл, данные форматирования. Пока открываем его. Ну и давайте для начала просто свернем. И запускаем, заходим в папку SP Flash Tool. Запускаем Flash Tool. Попробуем сделать вот так для удобства. Что мы делаем дальше? Нажимаем вторую клавишу, вот эту Choose. И из папки Теледва, Теледва Макси ЛТЕ, выбираем файл MT6737M Android Scatter. Выбираем его. Он подгрузился. Далее переходим на вкладку формат. Здесь выбираем мануал формат. Первый же регион EMCC User, он стоит по умолчанию. Далее открываем текстовик, который также находится в папке с файлами. Копируем первое значение. Обращу ваше внимание, копировать нужно без пробелов. То есть не так, не так, а именно просто одни цифры. Внимательно посмотрели, скопировали. И вставляем их в первое значение, begin address. Далее копируем второе значение. И вставляем их вот сюда. После этого в самом флештуле нажимаем старт. Вот тот значок. Далее переключаемся к самому телефону. Выключаем его. Отключить питание. Ок. И с помощью обычного microUSB кабеля, выключенный телефон, подключаем к компьютеру. С первого раза у нас не получилось. Ничего страшного. Давайте попробуем еще раз. Хорошо. Пойдем долгим путем. Вытащим аккумулятор. Я сейчас вытащил аккумулятор на данном аппарате. И еще раз вставляем его. Вот. Телефон подхватился без аккумулятора. И, собственно говоря, у нас произошло форматирование области FRP. Тут есть один нюанс. Надо дать системе установить драйвера. У меня драйвера уже многократно, скажем так, установлены. То есть, если вы без аккумулятора подключаете телефон, и у вас ничего не происходит, обратите внимание, что у вас должны быть установлены драйвера для SP Flash Tool. Также, возможно, если у вас в Windows 8 или Windows 10, понадобится разрешить отключить обязательную проверку цифровых драйверов Windows. Как это сделать, можно легко посмотреть в интернете. Итак, ставили аккумулятор. И после форматирования просто включаем его. Наденем крышку. Собственно говоря, этот способ универсальный для всех телефонов на базе процессора MT6737M. В данном случае я его применил в Теледва Максе LTE. Ждем прогрузки телефона. Итак, нажимаем далее. Пропустить. Пропустить. Пока это нормально. Телефон слегка подвисает. Ну, скажем так, очень большую производительность от этого телефона ждать не стоит. Пропустить. Пропустить. Вот, получилось пропустить Идет также проверка первоначальных настроек И есть другое устройство Нет, спасибо Далее Вот, нажалось далее Пропустить Это он уже предлагает именно ввести Google аккаунт какой-либо другой Нам сейчас это не нужно Пропустить Это невероятно Ничего страшного, подождем, когда-нибудь телефон полностью прогрузится Я верю в это Ну как клавиатуру-то снять Собственно говоря, на самом деле Как вы видите, она спустила дальше по меню Меню, естественно, немножко притормаживает Но это универсальный способ Способ точно рабочий Если видео было вам... То есть, проходите первоначальную настройку Когда телефон наконец-то прогрузится Собственно говоря, он прогрузился уже, мне кажется Все, я сдаюсь Кажется, я понял принцип, просто конкретно у этого телефона Который попал мне в руки Плохо срабатывает сенсор В районе кнопки пропустить Поэтому отсюда все и затормаживания Вот, нажалось пропустить Пропустить, окей Это не телефон тупит Это сенсор на телефоне Плохо срабатывает Ура, разблокировали телефон Телефон полностью разблокирован Если будут какие-либо вопросы Я с удовольствием отвечу на них в комментариях И я вас попрошу подписаться на канал Это самая лучшая благодарность Всем спасибо И до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok